Ребёнка заставляешь. А когда ребёнок сам хочет, они сами, это не то, что я сказал, что надо бы вам заняться музыкой. Нет, друг, как-то вот само собой. Я это поддерживаю. Любое желание детей чем-то заняться, помимо учёбы, я с удовольствием поддерживаю. То есть у меня уже есть опыт такой. А вы детей отправите со временем учиться за границу? За границу нет. Почему? Вы же все отправляете. У меня был отрицательный опыт. Это «потерять детей» называется. С деслом, да? Да, конечно. Отправить детей. Это отрыв, полный отрыв от семьи, потеря полной связи с семьей. Это как у Даниила Александровича Градского. У всех такая история, да. Ни к чему это хорошему не приводит. Это образование, какое бы оно ни было, как бы хорошо они не закончили вуз или школу, ничего им в дальнейшем не даст, кроме языков, то есть коммуникации. Я считаю, что ребёнок должен здесь закончить в России школу. В среднюю. В среднюю, конечно. А потом, если он захочет, он сам поедет, уже взрослый парень или девушка. По своему желанию. Да, конечно. Но захочет где-то учиться, пусть сдаёт экзамены и идёт. У меня дети учатся не в платной школе. У меня дети учатся… Ну что, они в районной школе учатся? У меня, да, сдавали экзамены, вот Федя учился про гимназии, там сейчас Анфиса, туда поступить ещё надо. Сейчас он поступал в пятый класс, там было, по-моему, поступал в школу, она в рейтингах, там в пятёрке по стране, он поступал в математический класс, и там было 600 человек на 40 мест, 600. Ух ты, приличный комплекс. Более того, мы сдавали сразу в 4 школы. Ну, Талманский, наверное, как обычно. Нет, 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 послушай, ни в коем случае, а ты невозможно. Вот я сейчас пытался попросить, чтобы взяли у меня Анфису туда в математический класс, во второй класс. Нет, она что-то не сдала какой-то экзамен. Давайте мы озвучим прям номер школы и попросим, что взяли. Какой номер школы? Ну не будем уже. Возьмите Анфису, она Талманская? Да, Талманская, да. Возьмите Талманская, возьмите в математический класс. Аня решила, что Талманская тоже должна быть фактически математиком. То есть, ну, дело не в этом. Дело в том, что я категорический противник, я считаю, что если человек учится в платной школе и за это платит, то, естественно, его там будут держать, и держаться за него, и за родителей. Это другой подход, потому что вот в 90-е, я помню, большой скандал ваш коллега Юрий Зиншпиц, продюсер культовый, устроил, когда он ребенка устроил в школу, и узнал, что там очень маленький, всего несколько тысяч долларов взнос. И они с Александром Михайловичем любимым устроили, потому что нужно поднять этот ценз, чтобы всякие нищеброды с их детьми не учились. Сейчас совершенно видите другой подход. Смотри, более того, я тебе скажу, чем мне нравится. Вот, допустим, у меня Федя учится в математической школе, математический класс. Ты знаешь, они все там мотивированные, веришь? Я вообще не знаю, как он делает уроки. Он сидит до ночи, занимается уроками, они сидят, у них интернет, телефон. Он может в интернете, он может в соцсетях сидит? Нет, нет, нет. Он сидит, я захожу, я вижу, они друг другу выясняют, как решаются эти примеры, домашние задания. Я в шоке. Я такой не был, мне не нравилось учиться. Ему нравится учиться, понимаешь? Я удивлён, прям реально удивлён. И я никогда не решу эти задачи, которые им задают в пятом классе. Да и, в общем, Анфиса про гимназию тоже там какие-то задачи, она готовилась к поступлению. Там в основном всё это на логику, т.е. у детей развивают логику. – А дети знают, что папа у них продюсер, так сказать, всё это? – Ну, да, они как-то это понимают, но не уверен, что они до конца это всё понимают. – А если говорить, например, о молодых, продолжать эту тему, молодых артистов, вообще молодых людей и т.д., вы, как продюсер, чувствуете, что вы на волне? Т.е. вы можете, например, в Ютубе или где-то в интернете отступить с нуля проект? – Вы знаете, я постоянно мониторю весь интернет и периодически выбрасываю, если ты иногда видишь, там, я периодически выбрасываю каких-то персонажей, которые мне интересны, и направления. Я периодически это делаю. Я очень слежу за появлением новых имён каких-то, пытаюсь прогнозировать, что с ними будет. – Не, ну а если просто поставить такой эксперимент, вы, как продюсер, можете в интернете, например, с нуля создать какую-то звезду? Или вы чувствуете, что это, наверное, не так, как было бы раньше? – Смотрите, я не могу создать звезду. Я могу помочь звезде потенциальной продвинуть, я не создаю звёзд, я не пишу песен, не пишу текстов, т.е. я могу примерно понимать, что да, вот это будет известно, этот человек может стать известным и популярным, могу помочь ему это сделать, продвинуться. Посредством объяснить алгоритм, есть некий алгоритм действий. Если раньше алгоритм действий был такой, пришёл на телевидение, договорился, поставил клип и вперёд, то сегодня это в основном социальные сети. Ютуб – это потом. Ты сначала должен иметь активность в социальных сетях, где-то тебя кто-то должен заметить, после этого у тебя начинают появляться просмотры на Ютубе. Очень мало кто, невозможно, даже суперталантливый человек, написав суперхит, разместив его на Ютубе, его никто никогда не увидит. Ютуб – здесь же извечный вопрос, что важнее – харизма или профессионализм? Ютуб – харизма в первую очередь. Ютуб – в первую очередь харизма, более того, порой даже какой-то человек может шикарно петь, но абсолютно безлико, а другой человек имеет дефект речи. Может быть, он не очень хорошо поёт, но настолько это будет за счёт его дефекта речи проникновенно или оригинально, что он станет…